Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, а это новый выпуск легендарной рубрики разоблачения фейков PUBG Mobile. В ней мы вместе с напарником проверяем интересные, странные и подозрительные видосы по PUBG Mobile из ТикТока, Инсты, Шортсов, короче говоря, со всего интернета. А самое главное, мы либо подтверждаем эти видосы, либо их разоблачаем. Сегодня будет сочный и насыщенный выпуск рубрики со свежими видосами, так что заранее устраивайтесь поудобнее, наливайте самый вкусный чаек и как всегда небольшая просьба к вам. Пожалуйста, напишите под этим роликом любой комментарий в поддержку канала и поставьте лайк. Буду вам очень благодарен, где-то хорошо продвигает ролики и канал в целом. А мы начинаем выпуск. Вперыв на сегодня ролик, как и все последующие, будет про свежую обнову, а конкретно тут то ли баг, то ли фича с бесконечным полетом. В общем, предлагаю видос посмотреть и отправиться на проверку. Короче, тут в чем фишка? Мешочек какой-то вкинулся мешком. Вкинулся мешком, да. А потом взлетает, значит. И погнал, погнал, погнал. Да, притом, короче, у него не тратится мана снизу, синяя. И он летит очень-очень долго. Короче, это нетипично. Понял, надо еще разобраться, что это за история такая ладненько. Тупо видео называется «Не играл в папк два дня», заходишь, а тут такое вот. Ну, получается, что это и по факту, ребятки, по факту все. Надо, короче, разбираться, что происходит. Так что, ну, погнали. Думаю, не фейк. Возможно, просто интернет отключил. А может быть и что-то посложнее тут. Может быть и такое, да. Ну, ладненько, давай смотреть, будем разбираться. Давай, давай. Мешочки я подобрал. Так. У меня мешочки есть. Вот эта штука летающая. Вот она. Как называется, скажи мне название? Буку-зет-у, техника левитации, вот она. Ну, вот, у меня она есть уже, да, можно ее захавать тебе. Ага. Мне, в принципе, тоже. Так вот, и что же? Так, и что же? Давай посмотрим, Артем, что же, что же. Мы вообще нубики. Мы вот реально только сейчас скачали обнову, поэтому будем тестировать так, на горячую, так сказать. Поэтому еще не смейтесь, ребят. Давай, съедаем, короче, буку-дзунтуну вот эту вот. Используем. Буку-дзоку. Так. Заку-боку. Ебать, еще. Купа захавал. И что, и поехала? Все, и поехала. Мана жестко хавается. Мана жестко хавается. Мана жестко, жестко хавается. Потухли, разбились, в воду упали, ребятки. Вечерний дрист. А давайте попробуем с этим, с отключением интернета. Давай. Фишкоп провернуть. Давай попробуем. Ну что, Илья, запускай свою машину и взлетай. Так, сейчас будем пробовать. Сейчас я манну схаваю сначала. Сейчас, в нем тут все расчистить. Это же не просто так, у нас же не телефон тут. У нас тут аппаратура настоящая. Так, ребята, вы готовы? Вы готовы? Комменты напишите, готовы вы или нет. Я, короче, включаю технику левитации, и отключаю интернет. Так, взлетел. Блядь, а я тут, Артем? Да, ты меня слышишь? Да фак, блядь. А как? Я тут усиленный провод просто ставил себе, чтобы нелегко было выдернуть. Теперь не могу выдернуть его. Все, сейчас еще разок. Дубль два. Давай. Значит, хау, я бобс эндоу. Эту хинкали вот такую вот. А теперь беру и включаю букву дзетуху вот эту вот. Используй. Так, интернет офф. Вот, вот, ребята, вот то-то и оно. Полетели. И ничего не тратится. Единственное, что да, надо, короче, плашечку вот эту вот. О, ее можно убрать, кстати. И все. И можно спокойно летать. Правда, вот есть нюанс сверху небольшой, но это ничего страшного. Так что, вот в чем секрет, видимо, и был на самом-то деле. Чел просто отключил интернет. И успел записать этот футажик до того, как появилась плашка. Вот такие вот пироги. Все, подключаем Артема. Входим во всемирную сеть интернет. Опа! С подключением юзернейм. Это глобальная сеть интернет? О, да, да. О, здравствуйте, да. Все, Артем, получилось. Все летает. Все понятно. Фейк развинчен. Разоблачен. Разоксен. Так что, ребят, такие вот можно вертушки делать только с помощью отключения интернета. И что самое главное, вас туда не тпшит. Ну то есть вы вот перелетите так, без интернета. Включаете интернет. А потом вас все равно жмыхнет обратно. Да, и вас обратно вот это вот в Краснодар возвращает. Так что... Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Но, как вы поняли, ролик фейк. Сделать бесконечный полет у вас не выйдет. Все это лишь трюки с интернетом. Так что ставим ролику фэк и летим дальше. А вот второе видео на сегодня будет про самый мощный и дерзкий транспорт в игре. Да-да, тот, который посередине. Давайте посмотрим, что же там такое и для чего нас под видосом отмечали. А затем пойдем проверять. Ммм, арабика опять, понял. Так, гонка, гонка на ватрушке, поехали, ребята. Да, реально. Ага, тан-тан-тан-тан-тан-тан, типа он едет. Облетает всех, улетает и никто не знает, сразу же погнал, погнал. Это знаешь, было такое же с динозавром в прошлое обнове у нас. Помню, помню, да. Мне кажется, тот же принцип сейчас будет. Слушай, ну выглядит очень правдоподобно, реалистично. Возможно, даже это очень правдивый видос. А я думаю, это гон. Мне кажется, что его вот апельсинка должна обогнать. Ну вот и проверим. Я думаю, это фэк. А я думаю, нет. Да что ж такое-то, а? Так, ну условно у нас вот есть такой вот автопарк. Я ставлю на то, что она может быть на старте сейчас продавится. Так, нормальненько. А потом будет прям жестко отставать. Давай, Илья, на третий гудок. Сразу с апельсиной, да, ты будешь? Да. Давай. Так. Нифига себе. Нормально. Ни хера себе. Шертихи. Я газую. Я на шефте, смотри, газую. И я не такая, вот типа ты прожимаешь. Вот такой вот сейчас, вот только сейчас вот поперла. У тебя, на видишь этот, короче, стабильно, но постоянно набирает. А у меня антак, рывками типа жесткими такими. Ну да, да, да. Давай пробуем с Мирадой. Давай попробуем. Так у него, смотри, крейсерская 92, короче. Ну, а апельсина-то 140, если на шефте газовать. Да, если на кочегаре, то там 140. А тут что ж ты, то шефт, что не шефт, оно бесполезно, тут только ускорение помогает. Зато у меня выглядит красивее, стилювее. Да, футуристично. Готов? Готов. А, вообще жесть. Ты порвал. Да. Ну вот и как долго я так смогу интересно продержаться. Ну вот смотри, вот Мирадо разогналось. Все, Мирадока чегарит. Мирадока чегарит жестко. Вот типа, 155, 156, вот она пошла. И пошла, и пошла на взлет. Ой-ой-ой. Ну, короче, возможно, тут видосы не фейк, потому что там он довольно мало проехал расстояние. Скорее всего просто... Это, во-первых. Во-вторых, я жму shift сразу же. Да, а не мотивопознаваться. А там, возможно, без шефта ребятки ехали, да. Вот такая вот еще история есть. Не, ну, в целом, слушай, на старте эта штука реально мощная, вот еще от того же динозавра. Да, да. Она прям мощнее, я бы сказал, даже еб... Так можно, извиняюсь, так можно выразиться. Ну, вот давай попробуем дачу, в придачу. Ну, дача это за украину, ужас. Ну, хоть сколько-то, давай попробуем. Ну, давай. Дача, это, конечно, Матисс, среди машин Пабга, но все же. Что-то там про Матисс сказал. Давай. Понял. Понято, все понято. Вот я думаю, на даче ты не скоро догонишь. Хотя... Не-не-не-не-не. Нет, соль, нормально. Удачи, взяла отсечку. Клапана постреляли. Вот 130, 132. И все. Вот, видишь? Ну и все, и перегон пошел. И на шифте вот она, погнала она. Короче... Все ясно, ребята. На дальнюю даже дача перегоняет вас. Так что видос не фейк, я думаю, все-таки. Я думаю, там ребята поддавались чуть-чуть. Но в целом, поускорению эта штука реально мощная. Без шифта. Без шифта. Ехали, ребята, и все. Без шифта. Это имба вообще. Вероятно так. Но к нашему удивлению, ролик оказался не фейком. Эта капсула не то, что перегоняет основные машины на старте, так еще и держит преимущество метров так 500. Поэтому такой Матисс просто идеален на коротких дистанциях. Берите на заметку. Ну и заключительный видос на сегодня, не поверите, тоже связан с обновой. Тут без лишних слов предлагаю сразу перейти к просмотру и оценке, а затем полетим на проверочку. Поднял. Традиционно у нас с обновой, новый прикол какой-то с тиммейтом идет. Садит его на пассажирку, поехали. Как в ПК-версии было, кстати. Так, 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 так. А, с ПК-версии перекинули, типа, сюда. Вот мне тоже кажется, скорее всего, это просто перекид такой. Ну, мои вы золотые. Ну, что, давай посмотрим, проверим. Давай. Не будем, как говорится, тянуть кота за резину, сразу посмотрим. Я думаю, что это не фэк, надо убедиться. Да, давай, давай. Так, прыгай. Опа. Help. Ай, ногу сломал, пятку больно. Так, ну проверяем. Давай. Только смотри в кнопках, не запутайся. Работает фича или нет. Так, перенос. Так. А, блядь, мопед упал. О! Он и тогда тоже упадший был на видосе. Установите на транспорт. Опа, и все. Сюда, и все. И поехали. Смотри, ты такой садбойчество, сидишь загадочно, за последней партой такой. Нет, я просто держусь за живот, потому что как-то хочется. А, пучит? Блин. Слушай, ну прикольная тема. Так, раз, тебе это. Молодцы. Молодцы, что адаптировали. Да, молодцы, что адаптировали это. Это здорово для геймплея. Потому что пока PUBG появилась, типа, ну буквально где-то месяц назад, может полмесяца. А это уже здесь. Так что оперативненько сработали. Молодцы, молодцы, работают, работают, умнички. Красавчик. Такой лайк, подписка, ребятки. Лайк, подписка обязательно. Ты сам же смысл? Я сам F нажал, да. Нифига себе, ты блатная. Прикольно, ребят. Так что, если что, теперь юзайте такую тему. Так что теперь в мобильной версии игры можно садить ногу нутового тиммейта в транспорт. Берите это на заметочку, а ролик, конечно же, не фейк. А на сегодня у меня все. Такое получилось видео, если вам оно понравилось, было весело и интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь. А с вами был я, Илья Кейсеникс и Артем Вайс. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.